В котором мы живем внутри нарратива. Понятно, что мы живем не внутри физического мира, а мы живем в том пространстве, как мы описываем мир вокруг нас. Это описание, оно уже нарратив. Это и есть пространство нашей жизни. И вот в этом пространстве есть ценностная система. И вот эта ценностная система, собственно, это и есть религия. Религия отвечает за эту систему. И поэтому чрезвычайно важно не только в религии заповеди или ритуалы, а вопрос, какую ценностную систему мы расставляем относительно новых явлений нашей жизни. Потому что именно новые явления, они-то самые и проблематичные, про них нет традиции, про них непонятно, что было раньше. И вот именно их мы должны правильно, как бы, что сказать, то есть адекватно интегрировать в нашу ценностную систему, адекватно означает, что мы тогда живем успешно. И духовно успешно, и материально успешно. Это и есть слово адекватно. И поэтому, когда мы правильно интегрируем науку в религиозную картину мира, то это не значит, что мы хотим с точки зрения религии диктовать науке, как ей себя вести. Ничего подобного. Мы науке диктовать не должны. Точно так же, как и наука не должна диктовать религии, как религии вообще с собой обходиться. Мы должны с точки зрения религии правильно оставить ценностную систему. Мы должны объяснить, чем важна наука. Вот за ценности отвечает религия, а не наука и не искусство. Это может быть религия формализованная, это может быть идеология, которая заменяет людям религию, но расстановка ценностной системы – это самое первейшее религиозное действие. Когда какая-то идеология хочет расставить ценностную систему, то, в общем-то, это и есть религия того человека, который ей соответствует. Ну, который ей следует. Продолжение следует... Продолжение следует...